Так, зачем покупал дневник? Хайло-трёнушки. А вас уже этими подводчами рассчитывались? Нюхни-ка, Клея. В общем-то, сегодня в честь нового сезона я возрождаю рубрику «Что купит школьник?» И сегодня у нас тематический выпуск, которым я сплачу между собой двух своих подписчиков. Задача их будет закупиться на всего лишь 500 рублей, то есть сэкономив как можно больше школьной атрибутики и всех товаров, которые нужны будут обычному типичному школьнику в быту. Давайте поставим лайк под этим видео, напишем комментарий, и мы начинаем знакомиться с нашими сегодняшними участниками. Каждый из вас по 500 рублей, они вот такие виртуальные. На монтаже я их перерисую, вот 500 рублей летит тебе, и летит тебе, расплачивается, будете картой. Друзья, казалось бы, вот он, сентябрь подошел. Все самое интересное осталось позади. Но лично я продолжаю испытывать эмоции, которые испытывал на чемпионате мира, потому что я ставлю на спорт в Мостбет. И иногда получаю от этого нехилые деньги. БК Мостбет абсолютно легальный букмекер с лицензией номер один. Например, моя поездка в Сочи для съемок сегодняшнего выпуска полностью отбилась и даже перебилась благодаря моей ставке в вчерашнем матче. Вчера я предчувствовал, что в матче Зенита и Спартака будет ничья, и поставил 5000 рублей. И уже через 2 часа спокойно вывел 10 тысяч рублей. Так что ставьте вместе со мной на БК Мостбет, если вам это интересно. Сколько вот такая вот стоит тратка? Для начала все-таки дорого. Буду брать все поменьше, и так будут много короче. Леники должны быть недорогие. Не буду брать на всех случаях. Сейчас мы идем делать закуп в магазине «Читай город» к школе. Я не знаю еще, что куплю. Посмотрим. Возьмем вот такую точилку за 85 рублей. Далее возьму сейчас стерку. Возьмем вот такую стерку, у меня такая была за 65 рублей. Сначала нужен дневник. Дневник надо влезти. А у вас есть дневники, да? Да? Есть? Так. Это вообще для какого класса у меня вопрос? Для химии. А, для химии. Да что они не пишут, сколько стоят? А, тогда вот это, да. 77 месяцев стоит. Возьму. Посмотрю, по чем циркуле. И выберу, может, какой-то дорогой есть. Нет, циркуле мы не будем брать. Хочу только... Нет, дорогая слишком. Возьму вот такой вот хайлайтер за 56 рублей. Возьму просто ручку. Какую-нибудь. Есть ручка? А, вот. Так. Как это что? Нам нужно поставить стерка. Вообще, да, школа? Ну да. Я возьму вот такой набор геометрических средств за 200 рублей. Сейчас подумаем, что еще взять. Пошли к тетрадочкам. А, вот, тетрадки тут. Где тут-то это, блин? Тетрадки. А, вот тетрадки. И сколько тут? Я вообще подумаю, зачем? Сколько? Так, тетрадка, потом еще что-то. Я вообще смотрел Пушера, потом... И не знаю, кто это такой. Да, 34 рубля возьму такую тетрадочку. Она сенсорная, да, реально? Да, смотри, класс. Так, что еще возьмем? Пуши добьем каким-нибудь... О, кстати, прикольная фина. Такой бы взялся. Я пойду посмотрю пластин, сколько стоит. Сколько он тут стоит? 123. Это что, конечно, да шли такие? Пошли вот тут, посмотрим, что-нибудь такое обыкновенное. Вот такой же. Нет, вот такой же возьму. Смотри, какие мелкие есть. Хайлот-рёнышки. Возьму вот такую ручку. Для рисования этот, скажите мне. Короче, альбом. Я в таком поле вообще, точнее, к линейке. Линейке, пойди. Сколько у нас остается? Пенал примерно стоит, ну, в районе 200 рублей. А, да, да, точнее. Берешь? Да. Я подошел к кассе, и оказался такой фейл, что на 75 рублей где-то мы обсчитались. Ну, не знаю, мы считали на калькуляторе. Вот наш чек. 576 рублей. Да, вызывать кассира было долго, и мы решили оплатить покупку, да, убрав в тетрадку одну. Клей. 18 рублей. Ну, в принципе, да. Здесь плюс 18. Сейчас остается 8 рублей. А, можно. Угу. Ну, давайте. И два рубля пакетчика. О, ну все, ровно 500. Вот. Я хочу мне показать вот эти. А у вас уже этими подбочками рассчитывались? Ну, часами? Да? Я закупился на ровно 500 рублей. Идем, даже могу чек показать. Ровно. Итак, давайте посмотрим, какие товары к школе купил себе Саша. Рассказывай про каждый из них, чем он будет полезен и так далее. Ну, короче, вот я купил пенал. Какой-то пенал дебил. За 60. Ну, да. У меня... Такой себе, конечно. Белый картон, обычный белый картон. Да, картон. За 30 рублей. Вот такой набор. У меня, Коля, я был, видимо, двоечником. Тупым. У меня ни разу в жизни не было таких линеек, циркуля и так далее. А у Саши вот будь-будь сам умный. Молодец. 66 рублей. 66 рублей. Жалко не 66, а что-нибудь. Потом вот такой вот дневник. Дневник с автомашиной вот такой вот красивый. Кстати, ребята, напишите в комментариях, с каким рисунком ваш дневник. Мне очень интересно. Очень. Зачем купал дневник? Так, тетрадь. Тетрадь была стоила. По унижскому языку, да, по иностранному языку. Для записи иностранных слов. Полезно, будешь учить английский. 40 рублей. В Америку, наконец-то, да. Вот такой вот карандаш. Карандаш. Суть, вот это реально. Я бы был самым крутым в классе, если у меня был такой кривой карандаш. Да, 15 рублей карандаш. Офигенный. Офигенный. Вот такой карандаш, ребята, посмотрите. Он с одной стороны красный, с другой стороны синий. Ты такой, типа, ааа, я пощеркну что-нибудь красным, потом я хочу быть очень сильным. Классный карандаш, прям такой толстый. Ручка? Ручка. О, с футбольным мячом. С футбольным мячом. Как раз чемпионат мира там был когда-то давно. Мы проиграли. Вот и скажешь, мы не проиграли, мы выиграли в Испании же. Так, обычный карандаш вот такой зеленый. Просто за 5 рублей, по-моему. Вот самый классный. Он немножко гнется. Мне вообще эта марка карандаш, ей нравится. Его можно ломать в школе. Ну, чуть-чуть. Его можно ломать пополам, и я всегда, это было мое единственное развлечение в школьные годы. Потом вот такой вот... Восковые мелочки. Вот такие. А для чего они нужны? Для вандализма такие восковые мелочки, видимо, нужны. Смотрите, давайте оставляем пасхалку, кстати говоря. Первые два человека, которые посмотрят это видео и пришлют мне фотографию, вот селфи с этой пасхалкой, те получат по 500 рублей. Скидывают все мне в директ Инстаграм. Ссылка на меня будет в описании. На Инстаграм тоже нужно быть подписанным. Клей такой вот... С ялочным вкусом, реально очень. Нюхни-ка клея. Безумно комичен, что я сижу тут со школьниками и нюхаю клея за какими-то пирожами. На синий-синийных картонах. А, ну все. И пакет 2 рубля, что тоже нужно запомнить. Вот такой набор. Ну что ж, ребят, его запомнили. Давайте посмотрим, что у нас купил себе Олег. Я купил себе вот такой оранжевый хайлайтер, ну текстовый делитель. Дальше я купил себе стерку, ручку, карандаш, точилку. Точилка, как потом мы выяснили, она для левшей. И, как мне кажется, это было не совсем правильным решением, потому что точилка для левшей явно стоит до города дороже, чем точилка для нормальных людей, для правшей. Если что, я левша. И набор вот таких вот линей гнущихся, потому что сколько у меня было обычных линей, они все влевались. Да, вообще удобно, кстати. На первой неделе решать вам. В общем, друзья, вот такой выпуск на школьную тематику, я думаю, безумно актуален в сегодняшние дни. Напишите в комментариях, чтобы вы купили на 500 рублей из школьных принадлежностей, необходимых для учебы. А также голосуйте в вопросе, которые появятся сверху. Кто из ребят закупился лучше всего за эти 500 рублей? Ну а за 576, как так вышло, непонятно. Если вам нравится рубрика, что купит человек на ту или иную сумму, обязательно дайте мне данные своей активностью, лайками, комментариями и так далее. Тогда я буду продолжать этот выпуск. И пишите, в какой город мне приехать, потому что сегодня я приехал в город Сочи специально для съемки этого выпуска. С вами был Айден. Давайте подписываться на инстаграм и на канал и делать максимальную активность. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока.